Состоялся первый в этом году совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края. В заседании под руководством губернатора Олега Кожемяка приняли участие председатель краевого правительства Вера Щербина, заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко, а также представители региональных и федеральных органов власти, муниципалитетов, деловых объединений, банковских организаций, инвесторы и предприниматели. У нас на повестке пять вопросов. Два из них посвящены рассмотрению инвестиционных проектов, которые претендуют на статус приоритетных. Еще два носят информативный характер. Пятым вопросом заместитель председателя правительства Приморского края Николай Горьевич Стецко расскажет о результатах мониторинга приоритетных и масштабных инвестиционных проектов Приморского края. Первым инвестиционным проектом, претендующим на статус приоритетного, стала комплексная застройка мыса, остав его в находке. Проектом предразумевается строительство 50 многоэтажных домов в 12 этапах, начиная с 24 и заканчивая в 1936 году. Общая площадь освоения территории 185 гектаров. 85 гектаров – это жилая застройка с полным благоустройством и развитием придомовых территорий и строительство 355 тысяч квадратных метров жилья различного класса. Около 100 гектаров – это зона рекреации, создания городского парка. Социальная инфраструктура этого микрорайона предполагает строительство детских и дошкольных учреждений на 1100 мест и двух школ на 1500 мест. «Радиальная система планирования микрорайона позволит разделить транспортные потоки и создать максимально комфортные условия проживания. Будут предусмотрены зоны променада, видовые площадки, пешеходные и велодорожки, а также пляжные зоны, которые станут не только местом притяжения для жителей микрорайона и города Находка, но и элементом туристического класса Тераприморского края». Вторая инициатива – строительство ремонтно-производственной базы в Артёме. «Будет включать в себя несколько зданий, одно административно-бытовое, три гаража и склады для хранения аварийного запаса компании «Россети», для того, чтобы оперативно проводить все необходимые ремонтно-восстановительные работы при погодных катаклизмах, снегопадах. Реализация данного проекта предусмотрена в течение 2023-2026 года. Так как она необходима для эксплуатации, к осенне-зимнему периоду 2025-2026 постараемся уже ввести ее в эксплуатацию». Совет признал приоритетными оба инвестпроекта. Отметим, проекты, признанные приоритетными, могут рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет, а в случае, если проект реализуется в области спорта, то также на субсидию из краевого бюджета. Кроме того, приоритетные проекты могут претендовать на статус масштабного инвестиционного проекта, который дает возможность получить земельный участок без торгов. Артём Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.